Она перестала чувствовать запах и её заставила идти больно. Нет, 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 всё было не так. Ваша позиция в очереди. 8. Ожидайте, пожалуйста, ответа оператора. Благодарим за терпение. Да мы разогнались. Но сейчас 27 минут, и до этого было ещё минут 14. Придорожный посёлок? Ну да, да. Номер дома. Квартира. Отъезд. Он один здесь. Да, работает. Номер телефона говорите. Убежащие пересечения с какой улицы? Так, сейчас секунду скажу вам. Донского, по-моему, здесь, Дмитрий Донского, если вы нашли. Малиней, можете звонить? Для кого скорая вызывается? Сколько лет? 25. Ну и кто? Жена. Зато такое сознание, я так понимаю. Да, да, у нас просто ОРВИ, и я бы хотела уточнить связи с пандемией, то есть стоит ли нам не стоит вызывать. Температура какая? Температура четвёртый день держится, то тридцать восемь, то тридцать семь. Сейчас какая динка? Сейчас последний раз мерили. Сейчас, ну, какая? Тридцать семь и пять. Тридцать семь и пять, температура болеет четвёртый день, да? Да, да. Что, есть? Ещё раз. Отдышка есть? Нет. Отдышки нет? Лечение врачи назначали? Нет, нет, не назначали, только сами всё. А контакты были с коронавирусными? Нет, нет. Не было? Нет. Отдышки проверяем? Верно? Да, верно. А вам не отсложку оформить или врача с поликлиники? А как лучше? Я не знаю, как лучше. В чём разница? Врачи. Давайте врача, наверное, с поликлиники. А врачи придёт к решению или завтра? Вам не принципиально важно, когда придёт? Без разницы. Не пойду узнавать. Ну, в общем, ждите. Врача тоже. Угу. Хорошо. Гомофон не работает. Всё. Это всё, что нужно знать, если вы болеете ОРВИ. К нам приходила тётя врач. Как сегодня нам и сказали, что сегодня придёт тётя врач, сегодня она и пришла, сказал, что этому молодому... Цезура. Что этому молодому человеку бронхит и тяжёлое дыхание. Говорит, вот это надо давать и вот это, как бы. Но мы это, соответственно, уже пропили. А ещё она сказала, что завтра нужно сходить к терапевту во вторую поликлинику. Хотя отзывы, они такие себе. Ну, пойдём. В общем, вон там есть номер телефона. Ещё она сказала, что дыхание, в общем, тяжёлое. Надо попить минералку с молоком. Минералку с молоком. На ночь. Нагреть это всё. И один к одному ты всё... О, беда, беда, конечно. Что-то заражено, что-то заболеет. Ты сегодня спишь, кстати, и здесь, если что. Почему? Потому что я не хочу болеть. Я хочу к Андрюхе на день рождения. Я больна... Ой, не больна. Я здорова. Вот. Всё, пойдём за минералкой сейчас. Давай ещё раз, что ты сказал? Чего я сказал? Вы знаете, он сказал, что он чаще будет болеть, если будут такие медсёстры приходить, как будто в фильмах 18+, короче, представляете? Нормальная медсестра, молодая девчонка. Молодая, красивая, розовенькая. Это ведь халатик как будто бы саксорист в шапе. Я его купила, беда. Прижим. Чё, сидит, чё, ничего не говорит, улыбается. Чё? Ну, она сидит такая, чё-то хихихает, блядь, ничего не говорит. Кто здесь доктор? Баранхик. Во-первых, доброе утро, сегодня 12 октября. Во-вторых, мы идём в библиотеку, в поликлинику. И пока мы идём, я предлагаю провести вам небольшую экскурсию по сие микрорайону, в котором мы проживаем. Вот наш дом. Вот там у нас магнит, продуктовый магазин. Вот мой муж, безубунятельный. Это мы выяснили сегодня утром. Вон между двух домов, жёлтенькое здание, это опупеть красивая школа. Значит, здесь у нас парикмахерская. Там за магнитом у нас есть кулинария, где пекут вкусные круассанчики. А вот эти здания, это новый квартал какой-то строится. Я всегда забываю, не то 42-й, не то 46-й. Вот здесь у нас улея, прогульная. И вон те здания, фу, здания, постройки, это спортивная аллея, по-моему, так называется. Подожди меня. Она куда? Да, куда. Вот школа. Крутецкая. Значит, вот магнит. Вот, собственно, кулинария и пекарня. Хочешь тебе сказать, как ты себя чувствуешь? Чего ты улыбаешься? А вон новая поликлиника. Сейчас, подождите, я остановлюсь. Вон она. Она функционирует, она открылась совсем недавно, там всё новенькое. Вот оттуда мы пришли, собственно. Небольшая предыстория. Сегодня Никита Иванович проснулся утром, а кот у нас по утрам какает, всегда какает по утрам. И Никита Иванович убирается и даже не фукает. И тут я всё поняла, что всё. Что назад дороги нет. Что как раз прошла неделя. Вот он новый симптом. И понеслась. Я шучу, конечно. Но он реально не чует. А говно воняет прям, ну вообще, на ядрёный. Там аж плакать хочется. У нас кот такой суровый. Если бы он насрал, то он насрал. Так, чтобы все знали. Вот. О, мы почти пришли к поликлинике. Ничего не видать. Вот, я к ней болею. А он говорит, я боюсь. Пойди со мной, говорит. Подержи меня за ручку. Ну страшно. Так что сейчас я попробую разузнать, что да как. Как прикрепиться там вот это вот всё. Мы уже подошли. Прошло секунд 30. На синий забор что-то такой. Надо зелёный же, зелёный успокаивать. Симпатичный, слушай. Вот. Вот как цикл и районная будет. Где бахилы взять? А у тебя есть мелочь? У меня нет мелочи. А что ж здесь? О, компания Макс Эм. Бахилы. Сусти. Вообще, вот оттуда мы пришли, здесь находится детское отделение, но регистратура рабочая только здесь И вот, соответственно, коридор, там идет прием с детьми Вот там взрослое отделение, там миллиард человек, там идет прием взрослых людей Я так понимаю, терапевт там совсем один, здесь какой-то закуток В общем, мы подошли, нам сказали сначала нужно прикрепиться Но чтобы прикрепиться, у Никиты недействительный полис Потому что еще в институте нам полис страхового дела компании Астроволгомед Они перестали существовать, потому что или их купил Макс М, или они объединились, короче, я не помню И ему сейчас нужно переоформить страховку, в общем, что-то сделать, он сейчас стоит в очереди Переоформляем, потом мы снова пойдем в детское отделение, в регистратуру рабочую Чтобы нас записали к терапевту А потом, например, к терапевту, наверное, я не знаю, у Никиты уже не узнает Субтитры добавил DimaTorzok Там работает один терапевт во взрослом отделении У нее 70 человек А принимает она типа до 12 Ну типа, как она сказала, что она будет принимать до часу Ну там, в общем, 70 человек И в рентген-кабинет чего-то там очень много народу, в общем А потом она уходит И те, кто не успел, те не успел А завтра она принимает в двух И я спрашиваю, как бы подходить к двум, чтобы очередь занимать А тетя говорит, что иногда даже к часу люди приходят, чтобы занять очередь В общем, тут какой-то просто жопа какая-то, коллапс И находиться вот в этом маленьком коридорчике Все вот так вот, как килька в банке там тесняться А извините, фиг просышь Типа, просто он кашляет или он чумовой человек Вот Поэтому мы прикрепились и ушли Я не знаю, что делать Вот пока вот такие вот путешествия болеющих людей Значит, мы тут выяснили, что у Никиты Ивановича пропало обоняние абсолютное И сейчас мы будем проверять, пропало ли у него, здравствуйте Как это сказать, вкус, короче, вот Я ему тут нарезала варианты, маленькие кусочки И сейчас пойдем смотреть, что из этого вышло Он не видел, я вам сказал, чтобы он сюда спрятался Вот что ты, сиди Закрывай глаза Не подсматривай Понял? Больно, ты что делаешь? Чтоб ты не подсматривала А не подсматривай Открывай рот А ты уже принесла что-то? Да, я уже принесла А я не видел Что ты не видел? А я по запаху догадаюсь Ты не чувствуешь ничего Ты живешь яблоко, я слышу Давай Закрывал глаза Закрыл, все Открывай рот Открывай рот Жуй Жуй, нормально, говори, что это Так, я Открывай рот дальше Ты по этим понял, да? Ты ведь нифига не чувствуешь Ты не чувствуешь шоколад, что ты ел? Ты гонишь? Ты шутишь? Скажи мне, что ты шутишь А шутишь Я тебя серьезно спрашиваю Я не понимаю, мне смешно Чего смешного, Никита? Ни хрена не смешно Мы приехали к Лору Тебя с камерой Все опустят Матерешка Никита хочет найти все пути Лишь бы он не был болен Ну точнее Не вируса ложный, короче Пахилка Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Что тут у тебя детали? А где только 800? А где только 800? Привет. Хорошо. А мне сказали, что другое. А по спорту Что я сказала? Кровогирус Правда? Ну, не пойми Что я сказала? Это ковидный типан? Что я сказала? Говори Ничего, сделай рентген и пазух носа Сделай анализ крови и анализ мочи и переходи через 3 дня Что к ней приходить? Ну, назначила вот это типа от ковида Это спреи в нос Это латратадин Одна таблетка чего-то еще Аквамарис это промывать нос Да, это тот же, это только под напором Ну, только это стронг Она говорит стронг, это там что-то снять Эти Мне кажется, похуй так же Витамин С Витамин С Это такая только Фрунзе 123 Назовешь номер вот этот вот Я скажу, что тебе нужен витамин С Вот там не такой витамин С, как во всех аптеках Он вот 1200 стоит Но его хватит на всю твою семью Ага, окей Совсем, говорит, не такой витамин С Ну, если денег нет, можно и обычный, конечно, витамин С Но это совсем не то Она ничего не увидела, не прощупала, ничего тебе не сказала С носом все отлично Чуть-чуть отечность небольшая Во рту ей, ну, я, ну, она, короче, посмотрела Нос посмотрела, рот такая Ну, все, есть только чуть-чуть отец, но есть в уши заглянула Все, заедет А не водила тебя промывать? Я так думала, что ты по звуку куда-то ушел Ну, ушел, сел, посмотрела все Ничего Через три дня еще зачем-то к ней приходить Ну, дай хоть посмотрю, может Зидролит Ринофломуцил Может, акваморис А что про Стронг она сказала? Она говорит, именно типа акваморис Стронг Стронг это для снятия отечности Ну, можно купить его А дельфины родителям отдать Они все постоянно им пользуются Бросила мужа умирать Это все потому, что я тебе аспирин не давала Поехали Ты мне кислоту какую-то давала для того, которая Желудок разъедает О, кстати, нам тут А, это уже было Что ты мне рассказываешь? Аспирин Твой аспирин кислоту ты мне давала? А тицисалициловая кислота это аспирин Потом на суде будешь рассказывать В каком суде? Кто меня в суд подаст? Да Все 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 Все